Когда говорят, что вся эта истерия паника, она ненужная, то есть обычно сравнивают этот вирус с гриппом, да, сезонным, и говорят, что люди умирают от гриппа, к чему здесь паника? То есть главное различие вот этого сезонного гриппа и нашего коронавируса, это в том, что, во-первых, этот вирус, он не проявляется симптомы сразу, то есть первые симптомы после заражения могут проявиться уже после пяти дней, из-за этого очень сложно протестировать людей, то есть мы не знаем, мы можем ходить, как замедленная бомба, да, но мы уже можем заражать. Во-вторых, скорость распространения очень высокая у этого вируса по сравнению с гриппом. И третье, смертность высокая, то есть у сезонного вот этого гриппа и инфлюенции смертность 0,1% от общего числа заболевших. Сейчас у коронавируса спустя вот там 3-4 месяца уже 5%. Смертность очень высокая, плюс этот вирус очень сильно мутирует, это значит, что он изменяется. Мутации могут быть как негативные, то есть он может становиться сильнее, мутации могут быть позитивные, то есть он может становиться слабее. То есть на данный момент мы знаем, что вирус мутирует, и как бы сейчас генетики во всем мире отслеживают, в какую сторону у него идут изменения, но это на самом деле, его скорость – это очень плохой знак, потому что он может очень сильно мутировать так, что будут очень небольшие последствия и еще выше смертность. И именно этого мы боимся в итоге. Давайте я вам приведу цифры по коллективному иммунитету. В Сибири, насколько я посмотрела, население 30 миллионов человек. Чтобы выработать коллективный иммунитет, надо, чтобы 60% населения переболело. Это получается 18 миллионов человек. При смертности от вируса на данный момент в 5% у вас получается, что погибнет 900 тысяч человек в одной только Сибири. Вы можете прекрасно, если вы готовы жертвовать и идти на такие жертвы, вы можете, пожалуйста, сидеть и ждать, пока выработается иммунитет. Но человеческие потери будут огромные просто. Это только по одному региону. Такую стратегию в свое время выбирал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Такой стратегии придерживался в свое время шведский премьер-министр. Борис Джонсон уже и сам заболел, и в Великобритании. У них на тысячи сейчас идет смертность. В Швеции на данный момент премьер-министр признал, что стратегия была неверна. И сказал, чтобы страна готовилась к тому, что будут массовые смерти. Если вы посмотрите на карту мира и карту распространения вируса, то вирусу подвержены как бы все страны, то есть все континенты и практически все страны мира. Все люди одинаковые. У нас у всех одинаковый набор хромосом, набор генов, набор именно клеток, которые вот этот вирус атакует. Сибиряки в этом плане ничем не отличаются от других жителей мира. Поэтому, к сожалению, у вас нет никакого иммунитета преимущества к этому вирусу. Именно все те же вопросы были у норвежцев. То есть это не то, что там в России какие-то смешные вопросы. Все то же самое. Мы проходили ровно через те же самые вопросы. Мы тоже все думали, что это болезнь стариков, грубо говоря. Норвегия, насколько мне известно, одна из первых начала рапортировать то, что молодые тоже заболевают. У нас много молодых попадает в отделение именно инфекционные, интенсивные подреспираторы, аппараты дыхания, просто мы их по-другому называем. Много у нас от 30 до 39 лет. Это около 850 человек заболели. Из них около 40 лежат вот в тяжелом состоянии. Но смертность от именно коронавируса, она средний возраст 84 года. Но просто в Норвегии вообще очень высокий возраст. Также у нас рапортируется, что заболевают дети от нуля до 9 лет. Заболевают новорожденные. У них нет, не сформирован еще иммунитет, поэтому это особенно страшно. То есть, когда новорожденные дети или вообще вот очень маленькие диагностируются с вирусом, они сразу же переводятся в интенсивное наблюдение. И за ними наблюдают врачи несколько дней, прежде чем отпускают домой к родителям. Инкубационный период изначально был 14 дней. А буквально недавно в нашей больнице внутреннее было сообщение для работников здравоохранения. Новый инкубационный период – это три недели. То есть, если человек контактировал с тем, у кого есть вирус, он обязан находиться три недели в изолировании, в карантине, чтобы посмотреть, проявятся ли симптомы. Это была такая информация в сети, и она, по-моему, была даже от каких-то там ученых или что-то. Потом вышло официальное опровержение ВОЗ. Были проведены новые исследования. Частички вируса, они настолько тяжелые, что в воздухе они держатся от нескольких секунд до пары минут. Дальше они оседают на поверхность. Это официальная информация ВОЗ. Он не держится в воздухе часами. Он оседает на поверхность. На поверхности через какое-то время он тоже теряет свою активность, но на поверхности он держится дольше. Дистанция в два метра именно для того, что если человек чихает, то частички летят вот ровно там, по-моему, на метр. И потом именно ввели еще метр в дистанцию, чтобы точно никого не заразить. Но чихать, конечно, лучше в локоть. Для дезинфекции рук или предметов водки находится в 40-градусной. Содержание должно быть 60, не менее 60% спирта должно быть, чтобы вирус был обезоружен. Водка не поможет. Насчет того принятия внутрь она тоже не помогает. А алкоголь, тем более такой крепкий, он только ослабляет организм. Водка сделает только хуже, она еще ослабит иммунитет. Просто чтобы понимать, коронавирус – это вирус с такой жировой оболочкой. Его называют еще конвертным вирусом. То есть это жировая оболочка. И внутри вот это РНК, которое отвечает за заражение, за активность. То есть и эта жировая оболочка, она убивается спиртом с содержанием не меньше 60%. Все остальное не убивает. Это были именно исследования лабораторные. Если вы именно ищете дезинфекторы, пожалуйста, выше 60%. Мыть руки с мылом обязательно после каждого похода на улицу. Это во-первых. На улице не трогать лицо, не трогать слизистые. Носить перчатки. То есть я ношу обычные кожные перчатки. Я хожу в них в магазин, я беру в них продукты, да, вот это все. Когда я прихожу с улицы, с магазина, я обязательно мою руки. Дальше я иду, разбираю продукты из пакета и опять мою руки. Я стараюсь не трогать лицо. Так как известно, что вирус живет на поверхностях достаточно долго. 24 часа на пластике он живет, 72 часа на металле. Неизвестно на данный момент, какая у него активность. То есть вот этот момент изучается, потому что активность, возможно, снижена. То есть он существует, но он уже не такой заразный. Или вы можете его подцепить, но активность снижена, и вы не заболеете, и не будете переносить. То есть эти моменты еще обсуждаются. Но нет смысла каждые 15 минут протирать руки дезинфектором. Мы на работе, например, опрыскиваем все металлические ручки, выключатели света, вот это все, столы протираем. Мы разводим 96% до 70% спирта и вот этим средством дезинфицируем. Нет никаких абсолютно данных, что надо кипятить одежду после того, как ты вернулся с улицы или с работы, потому что у меня на работе я просто хожу в обычной одежде, а сверху надеваю медицинский халат в лабораторию. Ну и плюс там перчатки. Я не стираю ничего, нету ни одного научного доказательства, что на текстиле он как-то дольше, что он переносится на человека с текстиле. Поэтому это просто вот уже такая истерия немножечко. Была раньше разная между странами, как бы по-разному они относились к мерам. В каких-то странах всех обязали носить маски и просто без масок не выходить. Где-то говорили, господи, они не помогают. То есть в Норвегии, сразу скажу, маски не советуют носить, если человек, у него нету симптомов простуды, да, вот буквально вот это кашель, чихание там, сопливость вот это все, то есть если он не контактирует с зараженными людьми. То есть в Норвегии только в этом случае советуют носить маски. Сейчас ВОЗ сказал, что маски желательно носить всем. Я не знаю, чем они обосновали такое резкое как бы изменение позиции. Может быть, какие-то новые научные данные я еще не видела. Мнения разделились. Это, конечно, барьер. То есть, конечно, вирусу будет сложнее, да, залететь вам в рот и в нос, но стопроцентной защиты он не дает. То есть стопроцентная защита сейчас, на данный момент, это не ходить в места скопления людей, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Это всего на данный момент два инструмента, которые мы можем пользоваться, которые у нас есть, пока мы ждем вакцину или лекарства или вот что-то такое. Это версия, я читала ее в российских медиа. Я вам хочу сразу сказать, что сейчас, когда мир изучает вирус со всех сторон, и различные ученые во всех странах пытаются как-то его больше разузнать, понять, что действует, какие-то лекарства, какие-то прививки, которые уже были сделаны. Мир сейчас разделился. То есть одни исследования проводятся массово в России и в Китае, другие в Европе и США. И исследования, они не пересекаются. То есть получается, что разные части исследуются по-разному. Поэтому на данный момент Китай и Россия, они действительно усиленно как бы тестируют вот эту версию про БЦЖМ, про туберкулез. В Европе и Америке я на эту тему последние исследования видела там, датированной, по-моему, 2011 годом, если честно. То есть это версия, которую не подхватила Европа и Америка. На данный момент я не могу сказать, действенна она или нет, потому что вирус еще изучается, и должны пройти клинические испытания. Вот то, что я читала про БЦЖМ в российских каких-то научных изданиях, то, что ближе к сентябрю мы будем знать, насколько она действенна, да, потому что она влияет, именно эта вакцина, она влияет на те механизмы, которыми оперирует этот вирус, но должны пройти клинические испытания, исследования, да, это все перепроверится, и только потом мы будем знать. Иммунитет появляется, но он краткосрочный. То есть это не такой иммунитет, который у вас будет всю жизнь. Поэтому так, чтобы ты переболел, вышел из больницы, хоп, ты опять заразился, такого нет. То есть иммунитет сохраняется. Но надо понимать важную вещь, вирус мутирует, вирус изменяется. У вас может быть иммунитет к этому типу вируса, вирус изменился, на новый он уже не действует. Это точно так же, как с гриппом, да, вакцина делается ежегодно, потому что вирус тоже меняется. Стоит еще помнить, что вирусу всего 4 месяца, поэтому о каком долгосрочном мы можем здесь говорить. То есть ему еще даже полугода нет. Поэтому мы должны немного подождать, чтобы побольше изучить и понять, какие у него есть предрасположенности именно по отношению к иммунитету, насколько он к нему стабильный. Не ищите специально очень много информации, оградите себя, пожалуйста, от этого, потому что реально вот эта тревожность, она ослабляет иммунитет. И с ослабленным иммунитетом, естественно, легче заразиться. То есть, пожалуйста, не ищите дополнительно много информации, но если вам нужны источники, которым стоит верить. Я не читаю российские медиа абсолютно, потому что я немножко им не доверяю, и очень много разных и теорий, и все вот этого. То есть я иду на БОС, то есть я читаю сразу английскую версию. Я смотрю Гарвардскую медицинскую школу, у них очень много публикуются исследований. Я доверяю Министерству здравоохранения Норвегии и Америке, потому что они, в принципе, тоже публикуют по миру данные. Институт Джона Хопкинса публикует реальные цифры, то есть у них есть карты, они в режиме реального времени отслеживают по всем странам количество заболевших, умерших. Им рапортируются напрямую эти все данные от государств через БОС. Поэтому это те ресурсы, которым я именно доверяю.